Василий, привет. Привет. Были очень рады видеть тебя на нашем эфире, посвященном обученным провайдерам. Давай немного поговорим конкретно по процессу сервиса, который предлагает компания DataLine. Изначально компания DataLine — это оператор ЦОД. Почему вы начали заниматься информационной безопасности, с чего начался ваш рост, развитие в этом направлении? DataLine исходит от бизнеса. То есть, если бизнес есть, значит, мы этим занимаемся. Были ЦОДы, потом появились облака. Ну и логичное продолжение — это безопасность. Безопасность у меня, получается, три направления. Это безопасность самого провайдера, это безопасность внутри сервисов, предоставляемых компанией DataLine. То есть, те же EAS, SAAS, PAS. Там тоже нужна безопасность. И безопасность как сервис. То есть, это дополнительные услуги к нашим облакам для того, чтобы обеспечить соответствие, обеспечить реальную безопасность. Кому что нужно? Прошлый год был достаточно интересным, неожиданным и послужил толчком в развитии облачных сервисов, в том числе. Как-то требования заказчиков изменились на этот счет? Что-то новое вы стали предлагать в рынку? Так получилось, что просто мы развивали как раз защиту приложений веб, например. И вот то, что, наверное, стало действительно востребовано — это именно Web Application Firewall как сервис. Потому что, наверное, действительно многие переместились как бы в интернет-пространство. Соответственно, потребовалась и защита, и скажем так, удобство. То, о чем мы говорили сегодня — оплата из одного окна, это получение сервиса из задних рук, там единый SLA, единый комплект документов и так далее. Видимо, это приводит тоже к определенному интересу к нашим решениям. Ну и плюс самое решение неплохое, конечно. — Скажи мне, пожалуйста, вот какие-то требования к вам как к облачным провайдерам сейчас возросли? Как они изменились, эти требования? И другой вопрос — как вы можете гарантировать безопасность собственных облаков? — Классный вопрос в отношении, конечно, как можно гарантировать. Ну вот мамой клянусь сертификат покажу, да. Ну как бы здесь, наверное, к сожалению, так, потому что ну нет доверия. Мы вот опять сегодня это выяснили, да, в отношении того, что хотелось бы ответить о том, что у нас есть сертификат PSO 2701, да, у нас есть PCI DSS, у нас есть аттестаты и все, все, что нужно. Ну, видимо, этого недостаточно. Поэтому я вот сегодня услышал о том, что открытость и доверие больше как бы вызывает то, что мы прозрачны, да. Мы вообще всегда к этому стремимся. Мы много очень о себе рассказываем, показываем. То есть у нас там и приходят экскурсии регулярные. Кому нужно, пожалуйста, можно посетить наши дата-центры, посмотреть. Пока сейчас пандемия была, естественно, это было ограничено, но вообще это наша такая практика. В отношении ИБ, ну, мы, наверное, не так открыты и не все можем открыть, да, то есть, ну... Да, например, не таили информацию о используемых решениях внутри наших сервисов и так далее. То есть это никакая не тайна. Вот. Мы развиваемся в части того, что... Как мы обеспечиваем безопасность, мы постепенно стремимся к созданию... Ну, скажем так, мы когда-то задумывались о создании сока, да, которого бы предоставить рынку. Но соков сейчас уже достаточно много, и как бы смысла играть в эту игру, ну, никакого нет. При этом у нас есть свои, собственно, сервисы различные, и мы сейчас обобщаем все это дело в такую тоже единую, можно сказать, систему мониторинга информационной безопасности внутри себя. То есть это не предоставляемая услуга, а это завязывание всех наших сервисов, не только ИБ-шных, но и ИТ-шных, в единую как бы вот систему. У нас давным-давно построено как бы мониторинг СОДа, мониторинг облаков, да, то есть это было давно сделано. Сейчас мы приходим к тому, что мы делаем то же самое ВБ. Вот, мы начинаем смотреть на свои сервисы на постоянной основе, реагировать и так далее. Ну, не хотелось бы называть соков, чтобы никто не путал просто в отношении того, что это там у даталайна есть такая услуга. Нет, мы партнеримся на самом деле с другими соками, можем предоставить их сервисы. То есть вы планируете стать полноценным игроком рынка информационной безопасности? Нет, я бы, наверное, так не сформулировал эту идею. Мы облачный провайдер, у нас будет нарастать количество сервисов различных, и в первую очередь это будут сервисы айтишные. Это то, чем мы занимаемся. ИБ, это является таким сопутствующим направлением, которое обязательно должно быть, оно у нас и есть. И сервисы ИБ, то, что у нас на сегодняшний день присутствует, это просто сервисы, которые, скажем так, неотрывно связаны с инфраструктурой, которые нужны заказчику здесь и сейчас, а не из другого. Тоже то, что говорили в отношении мультиклауда. Ну, вот чтобы, скажем так, не брать из какого-нибудь Амазона какое-нибудь западное решение, мы это делаем у себя. Можно это взять у нас. Вот сегодня на эфире было несколько компаний, конкурентов, да, облачных провайдеров. У каждого есть собственное направление информационной безопасности. Можешь ли как-то ты сформулировать, за счет чего вы отстраиваетесь от конкурента в этом направлении? Как мы отстраиваемся? Ну, вообще DataLine такая компания, которая всегда, я думаю, что все знают о красоте наших цодов, да. То есть до кого мы это делаем? Мы, конечно, делаем это до клиентов, да, то есть чтобы это было удобно, комфортно, чтобы это не было холодное серверное, в которой нет лампочки и так далее, да. То есть у нас все это очень дружелюбно. Дружелюбны также и наши сервисы. То есть мы стараемся сделать сервисы компании удобными, простыми, в то же время безопасными, да. Поэтому это наша цель, и, наверное, мы будем в эту сторону и дальше двигаться. Как раз ты подошел к следующему моему вопросу. Какие тренды, какие направления вы считаете перспективными? Да чего только нового не появляется. Технологий очень, ну, много новых. Конечно, что нельзя отдать на аутсорс? Нельзя отдать бизнес на аутсорс, да. То есть если провайдер способен как бы зарабатывать деньги, зачем тьму выдать? Вот, соответственно, все остальное мы, в принципе, готовы делать. То есть если на это будет спрос, мы будем это делать. То есть у нас уже появляется там Kubernetes как сервис, например, базы данных как сервис. Все это у нас уже реализовано. Мы продолжим собирать те технологии, которые востребованы, Big Data и все прочее. То есть будет это у нас как появляться в виде сервиса. Говорили про управляемые сервисы какие-то, да? Ну, как же без них, конечно. В том числе? В том числе у нас достаточно большая команда. Команда очень, на самом деле, подобрана высококлассных профессионалов в разных отраслях. То есть и по разным продуктам. Поэтому получается, что у нас есть достаточно хорошие возможности для того, чтобы... То есть это не просто на коленке быстренько сделать и в продакшн, да? Нет. Это, скажем так, продуманное решение, которое мы используем очень много внутри, которое потом просто выставляем наружу. У нас, наверное, да, немножко подход не разработческий. То есть мы не, скажем так, не все создаем сами. Мы берем какие-то вендорские продукты. Но мы всегда, например, смотрим на то, что за нами есть вендор. Это тоже определенная линия, да? То есть которая может нам в случае чего помочь, если у нас, например, не хватит экспертизы или еще что-то. Или же, опять же, востребованность рынка – это скорость доработать, да? То есть это нам, например, появляется какая-то потребность, нам надо еще нанять штат программистов, зарядить какой-нибудь там ренди и так далее, да? Вместо этого мы можем сказать вендору о том, что смотри, это для тебя вектор. Вот для тебя будет такое, например, направление продаж, такие-то объемы. Сделай нам, и, например, это делается, да? То есть поэтому я не очень думаю, что это прямо какая-то плохо, что мы не ведем там свою разработку. У нас она есть, мы свою разработку тоже ведем, то есть она у нас присутствует. Но просто большинство все-таки решений сделано на базе каких-то готовых продуктов, и мы просто являемся хорошими эксплуатантами в данном случае. Вот. Ну а ребята, которые, собственно, занимаются эксплуатацией, они у нас, скажем так, как следующий шаг – это вендоры, кстати. У нас очень много приходят ребят, которые, ну вот следующей ступенью их развития являются вендоры. То есть зачем придумывать что-то новое, да, когда это уже кем-то придумано ранее? Ну, я бы не хотел говорить о том, что именно в таком, что мы там ничего не придумаем нового. Мы придумываем новое. Мы придумываем, например, скажем так, сервисы, которых нет. Ну, то есть есть, например, какое-то решение, но оно не предоставлено как сервис, например, да, на рынке. И это будет нашим ноу-хау, да, то есть то, что мы, собственно, придумаем. Мы придумываем различные SLA в отношении этого. Тоже вот в части, как мы отстраиваемся от других, да, ну, глубиной, да, многие с нас копируют как раз это SLA-даталайна, такой как бы эталон, можно сказать, в отношении очень многих сервисов, которые представлены на российском рынке. Получается, что мы задаем планку, которые потом стремятся другие, а новизна – это то, что мы ряд решений предоставляем, собственно, новых. Ну и плюс мы вошли как бы в состав Ростелекома, это нам открыло достаточно большие возможности, да, то есть если мы раньше, например, не думали там о создании облаков там по импортозамещению, да, то есть мы думали, например, об облаках, которые там соответствуют требованиям, да, то есть с использованием наложенных средств защиты, то сейчас мы развиваем в том числе облака. Мы не бросаем историю с то, что было, мы начинаем просто еще новые истории. Мы начинаем прорабатывать решения, которые нам дает, в том числе, Ростелеком, а он является разработчиком. Спасибо большое за интересное интервью, будем рады видеть снова на наших эфирах. Спасибо вам, очень интересно.